Рубенс Сторонники которой прославляли художника как певца истинных католических ценностей. К этому периоду творчества мастера относятся известные триптихи воздвижения креста и снятия с креста, исполненные им для Кафедрального собора Антверпена. Триптихи воздвижения креста был создан вскоре после возвращения Рубенса из Италии. Поэтому неудивительно, что в картине явно прослеживаются черты итальянского искусства и в особенности живописной манеры Караваджо, с творчеством которого художник познакомился в Риме. Кроме того, здесь можно заметить следы влияния стиля Якоба Тинторетта с его подчеркнутой театральностью, а также Микеланджело, если обратить внимание на монументальность фигур и тщательную обработку каждой группы мышц. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Триптих «Снятие с креста» знаменует собой начало освобождения Рубенса от итальянской зависимости. Исследователи отмечают эволюцию череды более светлых красок, что является типичным явлением для нидерландской живописи. На самом мертвом теле, на сладках саванна, на женских фигурках мерцающие белосерые блики. Светло-янтарные и зелено-голубые цвета контрастируют с более традиционным красным и коричневым на мужских фигурах. И хотя влияние Караваджо еще проявляется в резких светотеневых контрастах, а также в исключительном реализме представления сцены, сама композиция по сравнению с работой «Воздвижение креста» уже не настолько драматизирована. В ней нет ни аффектированных жестов, ни криков, ни испуга, ни даже слез. Зрителя поражала прежде всего фигура мертвого Христа. «Это одна из самых прекрасных его фигур», – писал знаменитый английский живописец Джошуа Рейнольдс. «Сто лет спустя, после создания этого триптиха, голова, упавшая на плечо, смещение всего тела, дают нам такое уверенное представление о тяжести смерти, что никакое другое не в силах превзойти его». И хотя здесь действительно изображена вся тяжесть смерти, но в самой картине никакой тяжести не чувствуется. Рубенс виртуозно передает то мгновение, когда с трудом удерживая равновесие на шаткой лестнице и ухватившись левой рукой за конец савана, один из учеников Христа, Негодим, протягивает вторую руку к мертвому телу. Буквально сползающему в раскрытое объятие святого Иоанна, остающая на коленях Мария Магдалина, пытается поддержать ступни мертвого Иисуса. Пока еще никто из персонажей не принял на себя его тело полностью. Это тот самый критический момент, схваченный художником доля секунды перед тем, как оно окажется в протянутых к нему руках. Снятие с креста считается самым великим творением мастера из всех созданных в тот период и одним из наиболее значительных во всем его творческом наследии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok